Тебе надоело засыпая под теплым одеялом вылезать из-под него, чтобы выключить свет? Тогда сегодня я научу тебя, как управлять светом через Wi-Fi. Нет, это не тот выпуск, где мы будем собирать розетку на слот-шилде и тройка Wi-Fi. Кстати, если хотите, я расскажу, как это сделать в следующих видео. Сегодня речь пойдет о реле-шке с Wi-Fi на борту от компании Sonoff. Такое реле способно коммутировать нагрузку с напряжением 220 вольт и током до 10 ампер. Нужно сразу заметить, что, к примеру, электродвигатель при старте потребляет ток больше, чем номинальный, и реле, не рассчитанный на такие токи, может залипнуть. Такая розетка уверенно справляется с управлением вентилятора, а значит не залипнет, управляя небольшим насосом или вытяжкой. Но идеальные условия ее эксплуатации, как по мне, это освещение. Подключившись к интернету и скачав приложение на телефон, можно управлять сразу несколькими устройствами из любой точки мира, при этом получая обратную связь о состоянии каждого из них. Следить за качеством принимаемого Wi-Fi можно через приложение. Для этого здесь есть специальный индикатор уровня сигнала. Перед тем, как разместить устройство, проверьте, находится ли оно в зоне действия вашего роутера. Подключить что-либо к выключателю очень просто. Для начала нужно разрезать провод питания лампы или другого устройства. Один отрезок, тот на котором осталась вилка, подключается к клеммным колодкам, помеченным как Input. Другой от устройства к клеммникам Output. После этого, добавив в приложение новое устройство, можно рулить. Хоть и выглядит такой выключатель довольно симпатично, резать провод от любимой лампы кажется жестоко. Гораздо гуманнее сделать это с удлинителем. В него будут подключаться лампы и другие устройства без необходимости разрезать их провода. Так можно объединить несколько устройств в одну группу, управляемую одним выключателем. Внутри корпуса разместилась 10-амперная релешка и маленький блок питания, подключенный к клеммникам Input. Дорожки 220 дополнительно усилены припоем. Кроме этого, здесь есть мозги. В качестве контроллера и модуля Wi-Fi на плате распаяна ESP8266, такая же, как в нашем тройка Wi-Fi. Она и управляет релешкой, считывает нажатие кнопки, мигает светодиодом и, конечно же, подключается по Wi-Fi к облакам санов. Последнее, кстати, можно настроить на работу с CFTTT, сервисом для интернета вещей. Социальные сети, сервисы Google, мессенджеры и многое другое можно связать с выключателем и автоматизировать рутинные дела. Так а в чем DIY, спросите вы? А в том, что ребята, по сути, взяли ESP-шку и написали для нее код и сервисы. Такой же код можешь написать и ты. К примеру, если ты делаешь свой умный дом на Raspberry или Arduino, тебе не нужно будет заморачиваться с корпусированием, питанием и прочими тяготами. Просто залей код, который ты написал для ESP-шки и пользуйся. Можешь даже установить JavaScript-интерпретатор и кодить на JS. Здесь все просто. Реле подключено к 12-му пину ESP-шки. Управляя этим пином, мы управляем состоянием реле. Но перед тем, как залить свой код, обязательно сделайте бэкап. Дело в том, что прошивка от санов содержит в себе уникальный айдишник. И прошивка от другого такого же не подойдет. А наигравшись с щелканием релешки, может прийти желание погонять мяч с пацанами и вернуть все как было. Тут-то сделаем заранее бэкап и пригодится. Как заливать прошивки и управлять такими выключателями написано на нашей вики. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь. Увидимся в следующих видео. Идет тестирование нашей лодки. Слышишь, она походу перепутала. Здесь и есть. У тебя хоть одно яблоко попалось. Как управлять светом через Wi-Fi? Сеть недоступна. Блин, что? Я нашел яблоко.